чтобы не терять меня из виду, пока не выходят видосики, следить за всякими моими порисульками и пописульками, подписывайтесь на вот эти сеточки. А еще буду рада комментам, чтобы видос не уплыл куда-нибудь в жопу ютуба. Приятного просмотра, прослушивания, аппетита, че вас там? Снова здорово, рыбоньки мои. Кто не заметил, на канале произошел небольшой ребрендинг, теперь я зовут Ларек, не потеряйте, пожалуйста. Если прошлый ник вам нравился больше, то сорян, я к этому решению шла больше полугода. И чисто из-за ника я чувствовала себя в своей нише, не в своей тарелке, потому что подрустрел он вообще никак не подходил. И это действительно мешало мне работать. Со временем ник я поменяю во всех соцсетках, но пока будут висеть два, чтобы вы не путались. И да, вы все еще можете называть меня Ларри, я вообще не против, только за. У меня нет подходящего видосика на фон по теме, но я очень давно хотела показать вам эту картиночку, которую YouTube просто снес, блин, за авторские права музяки, а другую музяку я поставить не могу, так что пошел он в жопу. Спидпейнт под нужную мне музяку лежит на бусте за бесплатно. А тут я просто покажу вам процесс. Сразу отвечу на возникающие вопросы. Да, это Олег из 5-й отрицательный, только в русалочей ушке, потому что я могу. Если вы духуя умный биолог, который тоже смотрел Animal Planet, шарит за удильщиков, я вас сразу обломаю, у меня все рыбы, во-первых, двуполые, во-вторых, в этом плане никак не опираются на свои реальные прототипы видов. Так что нет, это не ошибка, это сложная задумка, отстаньте от Олега. Никакая он не Ольга. Ну и как вы уже догадались по обложке, пока на фоне рисуется эта рыба-черт, я буду отвечать на вопросики. Некоторые из которых висят уже зимой, извините, пожалуйста. А некоторые мне буквально вчера задали в Телеграме, чтобы я просто добрала количество для видоса, но в итоге их задали слишком дофига, и некоторые перекачивают в следующую часть. Потому что на них можно ответить очень развернуто, а монтировать АСК на час все же не очень выгодно, потому что мало кто его посмотрит. Да и долго это, блин. И сразу хочу вас сориентировать, что в основном ответы будут по бэттрипу. И кто на канале впервые вообще не шарит, о чем тут речь, у меня есть два проекта, в которых одни и те же персонажи, но разные линии сюжета, которые расходятся после 2016 года, идут вообще по разным рельсам, с вообще разными жанрами, но при этом имеют одинаковую предысторию персонажей. Да, вот такая вот дебилистика, блин, я не знаю, не спрашивайте. Так получилось. В принципе, по поводу придумывания проектов, есть парочка ответов в предыдущих АСКах, так что советую их зыркнуть. Тут вопросы будут в основном именно по персонажам, касаться они в основном будут бэттрипы, то бишь просто бытовухи. Парочка вопросов по псевдовампирской пятой отрицательной будет в конце. И буквально на днях я сделала обмазки портретов, которые я рисовала еще зимой, но половина мне вообще не нравилась, а сейчас в принципе пойдет. Они хотя бы стали как-то на себя похожи. Короче, не такие косорылые. Ну и обмазку я делала для того, чтобы замутить вот эти вот карточки персонажей, которые я очень давно хотела. Потому что потом я хочу сделать такие же портретики, только уже по пятой. И такие же карточки по ней же, чтобы можно было сравнить, как изменились персы в разных лорах при разных условиях. Чтобы вам в целом было их проще разделять, в том числе по внешке. И чтобы в рамках лора было понятно, что у них в бошках творится, что в первую очередь волнует, ну и т.д. Чтобы вы вообще понимали, о ком речь, я буду опираться на эту картинку с портретиками. Так вам проще будет и понимать, о ком речь, вообще и запомнить в принципе, кто есть кто. По именам, по крайней мере. В альбоме в ВК валяются картинки с инфой о них годовой и более давности. На парочку важных я покажу здесь. Так вот, сорян, что загрузила, но вы хотя бы будете понимать, о ком речь идет. И погнали по вопросику. Сознает ли персонажа собственную несовершенность? Курение, приближение алкоголизма, инфантилизм в пределах ненорма, лишний вес, взвительность и пытались ли это исправить? Получилось бы и получится ли? Так, Блэк, пойдем по порядку. Ну, Женек прекрасно осознает, что курение и алкоголь вообще-то не супер хорошо. Потому что с его образом жизни, без них он в принципе кукухой ебанулся. Потому как мы живем в таком мире, где на перерыв можно выйти только если ты куришь. Спокойно попялить в окно без мысли о том, что ты нихрена в данный момент не делаешь тоже. Да и сам процесс ему действительно нравится. Как психологически, так и эстетически. Вот пить Евгеш не очень хорошо умеет, и он об этом знает, но все равно его постоянно срывает, потому что делает он это не сказать, что часто. И один в принципе крайне редко. А так как он очень социальный экстраверт, возможность с кем-то побухать, поржать, это для него в принципе событие. Но с уровнем бухла у него в крови как раз таки проявляется сильная язвительность, которая и так по дефолту достаточно высокая. И вот этого он уже не понимает. То есть даже в будничной беседе он может не вехать, что называть девушку тёлкой, при ней вообще-то обидно. Потому что он думает, будь он тёлкой, он бы не обиделся. Ну и вот такие вот мелочи. В принципе прорабатывая его характер и манеру общения, я всё больше склоняюсь к тому, что он просто, блин, а романтик. Потому что какие-то проявления внимания ради проявления внимания или комплимента ему мало свойственны. Действует он по факту, если верит, что человеку что-то нужно. То есть он не чёртвый сухарь, но ему нужны причины, чтобы начать проявлять какую-то эмпатию. А так он скорее будет стоять курить в сторонке, в принципе ему будет насрать, потому что у него, блин, своих дел и проблем хватает. Нафиг ему сочувствовать каждому первому. Есть у Женьки ещё пара минусов, которые он вообще считает плюсом. Это излишняя прямолинейность, причём практически в любой ситуации, даже опасная. А если же он не говорит прямо о том, что ему что-то не нравится, скорее всего потом он это переведёт в манипуляцию. В целом с людьми, которые ему не нравятся, у него есть привычка строить какие-то безопасные границы, но при этом их постоянно провоцировать, чтобы бесить. А тут как бы два исхода, или ему приятно их бесить, или они сами отъебутся, если не сильно надо. В принципе из всех шестерых ребят самые манипулятивные это Женёк и Влад. Кто ещё я не скажу, потому что это спойлеры. Так что если Женёк понимает, что выход из ситуации кулаками никак не обеспечить, он будет искать выход через манипуляцию. Но в отличие от грубости, эта черта проявляется исключительно осознанно, исключительно на людей, с которыми у него случился конфликт. Вот такие дела. Кстати, для него отдельная радость, что он больше генетически пошёл в батю, потому что от пивка и жирненького он не толстеет, в отличие от Катюни. Конечно, юзает это на максимум. Далее, Катюня. Раз мы её затронули, она прекрасно знает, что у неё есть лишний вес. К сожалению, пока я вам не покажу полноростов, но вес у неё был выше средней нормы. И так ощутимо, пока я не меряю в школе. Естественно, как и любого доброго ребёнка, который отличается от остальных, так что им повезло, что несмотря на то, что Женя с Катей брат с сестрой учились и не в разных школах, иначе бы, блядь, полкласса были отпиженными. Несмотря на то, что Женёк считает полноту у девушек минусом, он её поддерживал, потому что прекрасно понимал, что это не совсем от неё зависит. Тут как в подростковом возрасте ебанут гормоны, так ничего и не поделаешь особо. И, возможно, у неё бы даже развилась РПП, если бы не поддержка Женьки, Эльвирки и родителей. А после школы она вообще начала встречаться с Владом, который ей нравился изначально ещё в средней школе, которого абсолютно полностью устраивала её фигура, так что это повлияло на уверенность в себе. Но после того, как они расстались, естественно, она придумала сама себе причину, и в первую очередь это то, что она некрасивая. Кому знакомо, ребята, это звоночек. И вот этого минуса в себе она уже не замечает, что она всегда думает за других, какого они о ней мнения. В принципе, в любой ситуации она до последнего будет винить себя, а не кого-то ещё, даже если объективно виноват кто-то другой или не виноват никто. А в то время ещё не существовало всех этих красивых инстаграмов с картинками типа «ты важная». И когда она на эту тему загналась, Женька, конечно, не стала её отговаривать. Не осуждайте мужика за незнание, будя позитива, ему на него насрать. И из его совета заняться спортом или типа того, она решила заняться танцами, что ей пиздец как понравилось. Она, в принципе, нашла себе ещё одну компанию друзей, которые уже вообще спокойно её приняли, как она есть. И в целом, хоть комплексы не прошли, но умение пластично красиво двигаться ей помогает как-то более-менее себя принимать. А, кстати, как и у Жени, у неё есть склонность к проблемам с ЛКХой. На неё, в принципе, в жизни много увлечений, гораздо больше свободного времени, в том числе на общение с друганами. Так что побухать её гораздо меньше интересует, чем просто погулять. Так, переходим к самому интересному. Потому что у Нурика есть всё перечисленное из вопроса, кроме лишнего веса. И плюсом к этому идёт всякая галлюциногенная запрещёнка. Осознаёт ли он, что это проблемы? Нет. Ну, точнее как, он понимает, что это вредно и вообще-то можно сдохнуть, но его это волнует гораздо меньше, чем возможность отвлечься. Как от того, что в жизни происходит, так и, в принципе, от того, как он выглядит. Не считает минусом, что люди его видят. А если вы пацану, которого все открыто воспринимают, как стрёмного ребёнка, скажете что-то про бодипозитив, он скорее хоркнёт вам в ебало, чем прислушается. И, в принципе, не без причин. А если у вас возникает вопрос, чем же мелкий быдло-неформал азиат не нравится как ровесникам, так и тем, кто на пару лет старше, то я вас поздравляю, если вы жили в то время, то у вас просто был хороший район. Потому что не так весело пиздить жердяев, как мелких. Так ещё, блин, и пиздоглазых. Это ж вообще находка. Соответственно, большая часть несовершенности укрепилась именно отсюда, но он изначально был достаточно язвительным по отношению практически ко всем, в том числе из-за чувства уязвимости. А ещё вытек уровень его инфантилизма, я спойлерить не могу. Но если меня попросят оценить его уровень инфантилизма по 10-бальной шкале, это будет 11. В том числе из всего этого вытекла ещё одна проблема, которую он вообще не считает проблемой и не думает, что это может вылиться во что-то херовое. Это слишком уж вспыльчивая реакция на раздражителя, а на потенциальную угрозу так вообще может быть импульсивная жестокость. В принципе, на фоне агрессии у него очень низкий уровень эмпатии. Он всегда уверен, что ему нужно больше всех, просто потому что раньше нихера не было. То есть, в отличие от всех остальных ребят, это реально тот человек, который может превысить уровень самообороны, даже не задумываясь о том, что он делает. Но так как инстинкт самосохранения всё-таки имеется, каких-либо стычек он максимально старается избежать и скорее придумает, как съебаться каким-нибудь путём, где его не догонят, чем, блин, будет вступать в открытую стычку. Агрессию может вымещать на ломание предметов, раздавливание насекомых, сжигание чего-либо. И в крайних случаях на себе, потому что он чмо ебаная, и из-за него одни проблемы. И, ребята, это нихуя не романтично и нихуя не выход. Отвечаю, не надо так делать. Получилось бы у него исправить всё вышеперечисленное? Но при желании многое можно исправить, а желания нет. Так что вопрос, будет ли он что-то пытаться исправить и как, оставим сюжетом. Как и вопросы о том, что он будет делать со своей ёбаной истеричностью, и с лишним транжирством, и не имением каких-либо вообще тормозов при виде халявы. И хочу сразу ответить на возможно возникший вопрос. Не вышел ебалом, стал неформалом. Это про него? Да, про него. И в каком-то смысле, в своём имидже он абсолютно игнорирует своё ебало и как такового себя. То есть на себе он вешивает то, что ему нравится, на что бы ему было приятно смотреть в зеркале, чтобы не видеть 100% того, что ему не нравится. Из этого, кстати, берётся парадокс, что иногда он выглядит женственно, но при этом он прям агрессивный гомофоб, так что какие-либо обвинения в пидорстве разъёбывают его ещё больше. Но он лучше будет в зеркале видеть это, чем, блядь, самого себя. Вот такая сложная, короче, хуета. Надеюсь, вы что-то поняли. Не, например, чтобы понять, нахуй он всё это делает, очень много времени понадобится. Да, по-моему, по занятому в видосе хронометражу можно оценить уровень проблемы этой шмакодявки. Кстати, забыла упомянуть, что свою клептоманию и умение пиздить мелочи в магазинах он вообще не считает минусом. Как бы его Влад не заставлял засучивать рукава в Ашане, тогда он одиннадцать всё равно будет это делать. Как минимум, просто по привычке, потому что в одно время этот навык очень сильно помогал хотя бы пожрать нормально, а в пятый так вообще стал жизненно необходим в некоторых ситуациях, потому что бабло брать вообще ниоткуда. Так что не советую в автобусе стоять рядом с этим пиздюшонком с открытыми карманами. Ой, блядь, переходим к следующему челепиздрику. Прости, дорогая. Ливерочка, значит. Ливерочка, кстати, считает свой рост 163 сантиметра минусом, поэтому часто гоняет какие-то платформы, но сделать с этим, естественно, ничего нельзя. Но комплекс от этого не уходит, потому что рядом с ней достаточно высокие люди вообще всегда. В том числе поэтому она с детства привыкла быть достаточно громкой и заметной. В отличие от той же Кати, которая и говорила тихо, и внимания привлекать боялой. Чтобы Эли не позориться или проблем не схлопотать. В Ливерке же не было всех этих проблем, да и в принципе каких-то минусов у нее немного. Она курит, но не часто по настроению, чисто потому, что нравится истине. Но если бы Гоша попросила ее бросить, она бы это сделала. Плюс маленькому росту у нее достаточно неприметная мордашка, которую она не особо любит, поэтому без макияжа вообще не ходит. Так что если вы видели ее без макияжа, считайте, что вы в ее близком круге общения. Загон этот не настолько из того, что она не понравится другим людям, а даже больше из того, что во-первых, она эстет, а во-вторых, из интеллигентной семьи, где выглядеть неухоженно, в принципе, социально неприемлемо. Так что окончание школы она бы большей части ждала, чтобы ей разрешили уже наконец краситься. И всю школу она была серой мышкой. Но кстати, так как с Гошей я не со школы, очевидно, что не макияж мне его цепанул. Так что друг другом они очень дорожат. Сходу какие-то личностные минусы мне у нее вычленить сложно, кроме одного. Она достаточно малоэмпатична. У нее есть определенные муки совести за это, но она это никому не показывает. То есть она до последнего будет делать вид, что не замечает чью-то проблему, не видит, что кому-то дискомфортно и будет максимально переводить тему. Единственное, на кого это не распространяется, это Гоша и Катя. Остальными подбирать слова и в принципе тратить на них время она вряд ли будет. Если не знает точно, что сказать, если ситуация не касается дискомфорта ее или же Катя с Гошей. И в целом, если возникнет конфликтная ситуация, скорее она будет решать ее агрессивного отличия от этих двоих. И вообще, если брать какие-то конфликтные ситуации и прямолинейность, они очень сильно похожи с Женей. Потому что мало того, что оба несут в ебало высказать что-либо, причем Женя так вообще кому угодно, даже если потом без ебла останется. Но и оба могут повышать голос, когда это необходимо. Когда у Ливиры это происходит быстрее, потому что ее в принципе быстрее начинает что-либо бесить, потому как она холерик тот еще. Но опять же, свою матершину на какой-нибудь уехавший автобус, она не считает минусом, если это не происходит в каком-нибудь приличном общественном месте. Так что по каким-то мелочам Гоша часто приходится ее успокаивать, потому что если у него сломается наушник, то он просто вздохнет, смирится и подумает, ну, значит, сегодня не судьба. То Ливира, блядь, будет бомбить весь день на это, что именно, сука, сегодня, именно, блядь, вот это. Еще и в магазин, блядь, пиздовать, напомню, тогда доставки еще не были популярными. Еще и, блядь, деньги лишние на это тратить. Да, они есть, но, блядь, деньги тратить не хочется. Ну и вот это вот все. Мы, кстати, с ней в этом очень похожи. Так, идем дальше. Ой, блядь, можно я к нему просто подорожник приложу, и мы пропустим этого персонажа? Так, что тут говорить про его несовершенность? Как и у других персонажей, не про все черты несовершенности у него, я могу сказать прямо, потому что это будут спойлеры, в том числе и отношения персонажа к этому. Ну, что на поверхности, то скажу. Могу сразу сказать, что свою внешность подросткового возраста он считал несовершенной, другую часть, это касалось физической силы, поэтому в взрослом возрасте он ее исправил. Ну и, собственно, получилось, и это не спойлер. В плане характера, что он, что Эльвирка, что, кстати говоря, Нурик, те еще холерики. Но если Эльвирка просто сама по себе не конфликтная и достаточно осторожная, а Нурик просто истеричка и не до конца понимает последствия своих действий, то у Влада все прикольнее. И не то, чтобы он не считал минусом свою излишнюю агрессию, так он до определенного момента ее просто не замечает. Пока ли ему доступно кто-то не объяснить, что он перегибает, в том числе, возможно, по ебалу. Да, Женя? Так и бывают ситуации, в которых просто заметна грань реакции людей. И по большей части бесячими триггерами являются чужой инфантилизм и безответственность, или же когда кто-то без спроса лезет в его зону комфорта и плана. В принципе, любому человеку это не понравится. Но если ему что-то не нравится, он молчать не будет. Кстати говоря, как и Женя. Так что этих двоих вообще опасно в одну комнату помещать. Из того, что он считает минусом, но другие не особо верят, что это так работает, это его невезучесть. То есть у него действительно есть эта установка, что кому-то по жизни везет больше, кому-то меньше. И иногда, что бы ты ни делал, если ты невезучий, тебе все равно прилетит. Но так как в отличие от Нурик, он не просто сидит дома и ноет, что у него все плохо, а действительно что-то делает, но в один момент все может сильно пойти по пизде, мне его за это сложно осуждают. Хотя если точно такое же мнение предъявить ему, то он просто не поверит и скажет, что недостаточно ебашил. С чего вытекает еще один минус, что в некоторых вещах у него стрелочка не поворачивается. Так что в отличие от всех остальных персонажей, у него существует обесценивание чужих проблем на фоне своих. Возможно, тупо из зависти, что другие меньше страдали. Хер его знает. И хер его знает на самом деле откуда именно. С эмпатией у него все в порядке, вот с сочувствием проблемы. И да, мне тоже кажется, что это звучит как-то противоречиво, но да, это разные вещи. Если он не сочувствует, то тупо выражает грубую критику. Скорее всего, он действительно разбирается в этой хуйне, и для него это именно что хуйня. Ну или же на его личной шкале проблем, эта проблема не переплевывает его проблемы. Короче, все зависит сильно от ситуации, но вот если к этому человеку прийти и сказать, что у тебя что-то не получается, то вместо поддержки ты получишь критику и, возможно, полезный совет. Но в такой форме, как будто бы ты вообще лучше не приходил бы. Это отношение, в принципе, касается всех, кроме Кати и Гоши. Что-то им как-то везет нас не сходительность, булочки, блин. Или же тех, кто психологической стойкостью не сильно уступает ему. А это уже касается Жени. Опять же, может, у него и получилось бы это исправить, если бы он вообще считал за минусом. Он же считает, что ему как раз-таки в юности не хватало такого конструктивного человека. Но я могу немного спойлернуть, что в этом он не прав. И сам себе внушил. То ли шоб себя оправдать, то ли хуй пойми почему. Еще одна неоднозначная черта, которую он не относит к минусам, но и не может отнести к плюсам, это то, что он постоянно что-то недоговаривает. В отличие от того же малого, например, именно что не пиздит, а недоговаривает. Пиздеть его будет только в крайнем случае, и только если это нужно. Кстати, кажется, я не упомянула эту черту у Нурика. Да, мало того, что ворует, он еще и пиздит стрекороба. Причем очень часто без зазрений совести, потому что он не до конца понимает, что это может к чему-то херовому привести. Самое стрёмное, что врать у него уже просто вошло в привычку. То есть он может врать по мелочам, абсолютно этого не осознавая. То есть, например, если он вернулся с прогулки, и у него спросили, где он был, он, скорее всего, соврет. Даже если на прогулке ничего не случилось, и в принципе врать-то смысла нет. Он просто будет ощущать контроль над ситуацией, если он один знает, где он был. В тот момент, как Влад просто не будет говорить, где он был, если он не хочет, или же скажет, где был, но не расскажет никаких подробностей. То Нурик именно что напиздит, и, скорее всего, забудет, что именно. Влад в то же время это понимает прекрасно. Если он пиздит, значит, у этого есть какая-то цель. Он не будет врать просто так, для чувства, что он соврал, и что он, блядь, контролирует ситуацию, как Нурик. Но отдавая должное, Влад практически никогда не будет наебывать человека, если проблема касается напрямую этого человека. Если, конечно, не считает, что этому человеку лучше, в принципе, не знать о проблеме, и так ему будет проще. То есть, да, это тот человек, который будет врать за тем, чтобы у других было меньше проблем из-за него. Я же не сказать, что по итогу это всегда работает так, как он планировал, но чаще, чем кажется. И в отличие от того же Нурика, он никогда не забывает, что и кому он напиздел, если уж сделал это. И если сказать правду, будет более ущербно, чем поругаться с человеком, он скорее поругается. И из-за этой его черты единственный человек, который действительно знает о нем все, это Гоша. Возможно, Гоша даже знает его лучше, чем он сам. Остальным же он или не полностью доверяет, или же считает, что остальным полная инфа причинит больше вреда, чем пользы. И, кстати говоря, не сказать, что он не прав. Например, по поводу той же Катюни, которая будет бросаться решать чужие проблемы, блин, в ущерб себе, и не понимая толком, как их решить. Не из большого опыта, а из доброты душевной. А такие подвиги, как вы понимаете, никому не нужны. Из сопутствующих этой черте минусов вытекает манипуляция, но в отличие от того, как это делает Женя, у него чаще это происходит для личных целей, не всегда плохих. Но самое прикольное, что практически всегда неосознанно. То есть даже построение предложений и тон речи у него может быть такой. Просто нахуй непонятно, он предупреждает или угрожает. Я даже склоняюсь к тому, что на сильных эмоциях он сам не всегда понимает, что он имеет в виду. Просто врубает, как защитную реакцию, пассивную агрессию, наличие которой ему лучше раз вообще не говорить, потому что она перейдет в активную. Фонально потому, что ему неприятно, когда о нем думают в плохом ключе. Но беда в том, что он не осознает полностью, как выглядит со стороны в этот момент. Поймет когда-нибудь или нет, это уже спойлер. И он считает огромным минусом самого момента осознания свою черту, о которой я тут не буду подробно рассказывать, потому что у нас это запрещено. Но я думаю, вам не трудно будет догадаться, о чем я. И так как большая часть хуйни в его жизни возникла именно из-за этого, он бы был очень рад быть нормальным. Но не повезло. Конечно же, исправить это в себе у него не получилось. И по его мнению, то, какое он есть, тоже относится к невезениям по жизни. У всех же, с кем он рос, все нормально, правильно? И на это неоднозначный ноте переходим к Гошеньке, который в принципе, как и Катя, считает за свой минус невозможность помочь всем и сразу. В принципе, вот так сходу выявить какие-то ощутимые минусы у него я даже не знаю как. Потому что он действительно тупо солнышко. Он рос в хорошей семье, и круг общения у него более-менее адекватный. По крайней мере, в отличие от того же Нурико, какое-то пагубное влияние на него никто не оказывает. Если попытается, то он просто не поддастся. Но тем не менее, он о людях очень уж хорошего мнения, и иногда может или не видеть, или просто игнорировать специально какие-то звоночки. Но это происходит только с близкими людьми, которых он или не хочет обидеть, или знает, что кроме него опоры у них нет, и до последнего в какой-то прям убедительной форме не будет высказывать свои опасения всяким там Владом. Но, кстати, за минус он считает свой голос, который достаточно низкий и грубый для его внешности. Он просто может напугаться со спины людей, если они его ни разу не видели. Но не сказать, что это прям мешает жить, скорее тупо смущает. Поэтому очень завидует Влада, у которого голос очень мягкий, мелодичный. Время как у Гошки, бас, блин. Эльвира считает, что этот комплекс какой-то придурочный и нормальный у него голос. Че он, блин. И спорить с этим голосом в принципе мало кто хочет. Фух, блин, вроде все рассказала. Господи, боже мой, ну и длинный вопрос. Нахера его вообще первым взяла. Мелкий вопросик в тему, почему Катя встречалась с Владом. Ответ прост, потому что они любят друг друга. А она так вообще со средней школы. Но помимо того, что они внешне друг другу по вкусу. И да, это Катя покрасила Влада. Так что никакого пидорства, он просто проникся ее интересами. А потом и Нурик тот же прикол подхватил. Так что видите, Катя всех испортила, а теперь как пидорасы выглядят. Фух, блин. Так вот. Помимо этого, Влад считает Катю просто прекрасным человеком. Не в плане каких-то увлечений. Увлечения, кстати, у них очень сильно разные. А именно ее добротой и взглядами на жизнь. Кстати говоря, Катя с Гошей в этом очень сильно похожи. Так сказать, они слишком добрые для этого мира. Но если Гоша со всей этой своей добротой может выжить самостоятельно, то Катя нет. И в каком-то смысле, что Женя, что Влад для нее защитники. Как от каких-то людей и ситуаций, так и от нее самой. А только есть одна проблема. Если Женя умеет видеть загоны, которых у него нет, то Влад нет. Что из этого может вытечь, я не буду спойлерить. Сами думайте пока. Пока это все, что я могу на спойлерить. А Катя же относится к Владу скорее как к какому-то идеалу. Которой хотелось бы сказать, что она придумала сама, но нет. Она просто игнорирует его изменения со временем. И считает себя во всем хуже него, хотя он не раз говорил, что это не так. Но с ее характером она думает, что это просто из вежливости. В принципе, она могла бы быть права, если бы это не был Влад, потому что Влад нихуя не вежливый, если что-то касается критики. Если он считает что-то минусом, он прямо об этом скажет. Но по ее мнению всем кроме нее. Ой, какая-то такая бодяга. Так что, ребята, очевидный совет. Не создавайте себе кумиров в лице кого-то. В том числе, потому что от этого можете страдать не только вы, но и тот, кого вы любите. Следующий вопрос. Кому комфортнее на гулянках вне дома, а кто предпочел бы сидеть дома, наслаждаться спокойствием? Как персонажи относятся к городу и любят препроводить время на природе? Это нельзя ответить прямо однозначно, потому что все зависит от ситуации. Но я скажу так. Все, кроме Нурлана, экстраверты. То есть да, во всей этой Dream Team он мало того, что самый младший, так еще и интроверт. Но он на самом деле очень сильно любит гулять. Но гулять любит в комфортной и безопасной среде. Но как одному на улицу выходить иногда тупо опасно. Мы, блядь, видели его. Во всяких там чертанова такие, как он, блин, красная тряпка. Так что глобально он выберет сидеть дома. В принципе, он достаточно буйный сыщ, так что если вы его соседи, то я вам не завидую. А все остальные же выберут гулять. Особенно Катя и Влад. Вообще все, кроме Влада, ребята городские. Так что сильно долгих прогулок не выдерживают. И затащить, например, Аркатию или Эльвирку за город. В принципе, для них кайф максимум часов на пять. Для Нурика, блин, и лесопарк в центре Москвы будет дикой природой. Так что вообще нет. Божкин уровень гулянки это какие-нибудь шашлычки на речке. Но с ночевкой вполне себе норм. А вот женек гораздо более дикий, чем может показаться. Но до определенного момента он ни разу не выезжал из Москвы. И просто не знал, что это такое. Влад. Да что, Влад, блядь. Его можно посреди лесополосы выбросить. Он, сука, мало того, Кошу выживет, так еще обратно вернется, найдет себе пиздов в ломик, блядь, ты что? Практически всегда он предпочтет быть вне дома. Я даже немного склоняюсь к тому, что у него легкая форма клаустрофобии, потому что находиться долго в помещении он, в принципе, не ожит. Для него это мучительно. Он начинает паниковать, что вокруг слишком мало воздуха, небо и вот это вот все. Для Нурика, кстати, наоборот, отсутствие стен означает небезопасность. Но если, конечно, его бет-трипом не ебашит, тогда в этом, блядь, уже к стенам лучше не подходить, там опасно. Женя, кстати сказать, тоже очень любит большие пространства, огромное количество неба, просто он не знал об этом. И, соответственно, в этой картинке над Роузес он об этом уже знает. И еще ко второй части вопроса. Я думаю, уже понятно, что Влад природу любит гораздо больше города. И города он даже, можно сказать, что боится. Он не социофоб ни разу, он очень любит общаться с людьми. Но у него есть несколько причин не любить вот эту вечную беготню, текучку, постоянный какой-то движ, короче говоря, отсутствие спокойствия. Кто жил в Москве и когда-нибудь был в центре, в принципе, понимает, о чем я. Потому что этот город никогда не спит, и это правда. И вертеться там, чтобы жить, нужно очень быстро и безостановочно. У кого в рабочем колесе, у кого на хую, блядь, как получается. Но в любом случае, это доставляет жесткий стресс. В принципе, жить напротив дороги, например, это стресс. Особенно с шумоизоляцией старых домов. И в отличие от остальных ребят, он немного суеверный чел и верит в существование души в самом прямом смысле. С этим связан достаточно странный для остальных страх это помереть в городе. И как в теме с каким-нибудь там незавершенным делом или типа того, навсегда остаться в этом шумном муравейнике. Вот такие дела. Какие бы цвета красились те персонажи, которые не красятся, если бы им почему-то прям очень понадобилось. Ну, я не знаю, может, за это им миллион выплатили бы. Бля, за миллион бы Женя покрасился. С этих денег можно потом обратно перекраситься. На самом деле, тут все достаточно просто, потому что красятся четверо из персов. Я могу сказать, что у Кати был еще вариант розового. И в пятый у нее двойное окрашивание как раз-таки под бабулгам. Женя считает, что вопрос тупой, покрасился бы в черный. Но так как никаких условий, что с этим цветом прям надо проходить какое-то время или показаться кому-то, то он может покраситься в любое, просто сразу же перекраситься обратно. А Гоша и так хотел покраситься. Но Эльверк сказала, не хуйня, давай дреда лучше. А покраситься он хотел в ярко-зеленый, по-панкушному. И, кстати, фан-факт, изначально Танели хотел Гоша. Еще хотел пирсинг брови и татухи. Но она решила не фигачить сразу много, он в принципе любит имидж попроще, поэтому просто спасибо Эльверке, что сделать. А идею с Танелями и цветом волос, правда цвета абсента в итоге спиздил у него Нурик. Так что если бы Нурик с Владом и Гошей втроем не обсуждали, что бы Гошке сделать своей внешкой в вроде двадцатку лет примерно, то Нурик или не был бы нефором, или вообще бы пошел по какому-то другому направлению. Я еще могу бросить кекс, что эти трое вытаскивали жребий на спор, кто проколет язык. К счастью остальных проиграл Влад. Что я как-то от вопроса отошла, сорян бы. А то мало было что по нему сказать. Но зато есть другие штуки, которые с помощью вопросов мне кажется вообще никто не откопает, потому что это слишком неочевидно. Фух, блин, вопросов по основным персам вроде зачитала мало, но что-то так распиздячила много всего. Блин, распиздячила, распиздела, что по-быстрому отвечу на парочку вопросов, которые касаются пятой, и несколько очень классных вопросов перенесу на следующий раз. Потому что на теме мнения персов друг о друге, ну, границы доверия друг к другу и т.д. Это очень интересные вопросы, но они действительно очень масштабные. Так, вопрос, касающийся Олега, русалоча, версия которого рисуется на фоне все это время. Если что, в каноне он вот такая вот деловая дядя. Бля, надеюсь, у меня получится не сделать его душнивой. Хотя ладно, блин, Влад в пятой больше душнивой, чем Олег, если честно. Полежи из кукух, и все получше будет. Так вот, вопрос я помещу на экране, потому что он очень развернутый. Я на самом деле обожаю такие вопросы, ребята, реально, прям. Если вы боитесь, что у вас вопрос длинный и сокращайте специально, лучше не стоит, потому что это может натолкнуть на какие-то интересные мысли. Если, например, эта часть не особо проработана. Итак, почему Олег остался в Москве пахать на столь опасной работе? Не было ли желания уехать куда-то подальше и не быть связанным с этой темой? Или же он работает не столько из моральных принципов, сколько ради своих каких-то целей? Для тех, что не шарит, этот чувак глава отдела устранения в пятой. Отдел устранения это, по сути, наемные убийцы, только они при этом вампиры и могут сделать, грубо говоря, как подставу, так похищение и все свалить на то, что это сделали нелюди. Для них это крайне выгодно, потому что, во-первых, они на этом могут зарабатывать деньги, а деньги все еще всем нужны. Во-вторых, это максимально неподозрительный в это время способ убийства кого-либо. А в-третьих, это халявная жрачка практически всегда. Отвечая на вопрос, уехать куда-то подальше это, в принципе, не выгодно, потому что, если в Москве хорошая защита в городской среде, по типу всяких безопасных зон с ультрафиолетом, в принципе, дополнительных патрулей где-нибудь в центре и наличие вообще отдела с охотниками, которые типа как полицейские, но только по нелюдям. И они их не задерживают и убивают. Собственно, здравствуй, Женя. Но в мелких городах эти организации или же работают плохо, или же их вовсе нет. Казалось бы, это хорошо, но люди там гораздо более параноидальны, в том числе и в связи с этим. Из-за ритма жизни Москвы среди всей этой беготни и среди, в принципе, пофигизма людей друг на друга, потому что даже соседи, которые живут несколько лет друг напротив друг друг другу могут ни разу не видеть, там гораздо проще выжить, потому что там с большей вероятностью человек просто забьет на какую-нибудь стрёмную ситуацию и пойдет дальше по своим делам. В отличие от мелких городов, где каждое событие и новый человек это действительно событие, и затеряться там достаточно проблематично. И вот сейчас, возможно, не все поймут, но коренной Москаль никогда не сможет затеряться в маленьком городе, потому что это настолько разные культуры, что человек, буквально выросший не на хотя бы какой-нибудь окраине Москвы, очень сильно и не приспособлен к мелким городам. Не столько в плане пользования инфраструктурами, а в плане скорее поведения и даже шмоток. В концепте вы можете видеть, что Нурик стопудово попадет в ПГТ, а там такой хуйни как он отродясь не видели. Если в Москве там он пиздюле отхватывал, то там, блин, все его тоннели просто оборвут нахуй. Опять же, если у вас такого нету, то это здорово и вам повезло. Короче говоря, там гораздо проще нарваться на каких-нибудь мутных индивидуумов. И при этом, если они местные, они будут правы, что бы они там не сделали. А тот же Олег внешне достаточно приметный тип, еще и с этим его блин, ухом прострелином. Так что запомнить его будет не проблема. А если кто-то прочухает, что люди вокруг пропадают, то это все. И при этом, в отличие от Москвы, в других городах практически никак не развита возможность, например, купить крови. Если в Москве определенные нелюди действительно имеют доступ к личным связям, где они просто могут написать, мол, нужна жрачка, и им ее притаранят, то в мелких городах такое организовать гораздо сложнее. Работает ли он не столько из моральных принципов, сколько из-за личных целей? Да. Я бы даже сказала, что он работает только из-за личных целей. И в них входит принцип, что если в какой-то перспективный движ запрыгнуть слишком поздно, это может обернуться очень плохо. Знаете, это как тема с ребятами, которые жалели, что биткоинов не накупили перед тем, как они взлетели. А кто ж знал-то? А вот тут тема вполне себе очевидная. И если здесь в самом начале себе не обеспечить какое-никакое место и пропитание, то может быть уже поздно. А то, что он упахивается, как конь, выглядит уставшим офисным работником, ну да, он и есть уставший офисный работник, который просто вкалывает ради того, чтобы жить и жить спокойно. Но спокойно относительно того, как живут нелюди в принципе. Следующий вопросик не по персонажам, но по лору пятый, поэтому я его сюда вписала. Потому что если у меня и будет аск по пятый, то не скоро, потому что по ней еще ведутся. Делают ли вампиры сложные блюда из двуногих барашков? Например, копченое, что-то соленое приносит ли это чувство насыщения? Да, делают и еще как. Человеческое мясо используется абсолютно так же, как и обычное. Как минимум, потому что они люди были людьми и умеют это делать. Угадайте, кто, блядь, главный кулинар? Это, кстати, не рофл. Действительно, чтобы не охуеть и полностью не одичать, приходится готовить, как бы это странно ни звучало. И, грубо говоря, имитировать реальные блюда хотя бы на вид, опять же, чтобы просто не сильно отрываться от своих человеческих привычек. И кто этого не делает, действительно становится больше похож на животное. Просто потому, что визуал многое решает и психика действительно сильно искажается, если сжирать только, блин, расширенные трупы наживую. Вот этот вот микрочерт, например, обожает паштеты и тушеные сердечки. И, кстати говоря, солить это все в принципе незачем, потому что соль ощущается слабо, как я уже говорила, но солят при этом обычные блюда, потому что хоть как-то, но вкус она усиливает. Человеченка и без того очень вкусная, и соль в ней попросту не ощущается. А вот с чувством насыщения есть подвох. Действительно чисто насыщение приносит только кровь. Если мяско сырое с кровью, то это в принципе пойдет, но лучше съесть побольше. А вот если кровь запекшуюся, тут уже приходят проблемы с насыщением. Так что на самом деле эта штука достаточно мажористая и возможно только тогда, когда есть возможность все это запивать кровью. При приготовлении вкус действительно меняется абсолютно по-разному, но насыщение сильно убывает. И это дает некое разнообразие. Короче говоря, есть два стула или полное насыщение, но тогда ты ведешь себя практически как животное и к тому же сжираешь все сразу, потому что вообще-то говорят, все портится. Или же какая-то имитация человеческой культуры, но с осознанием того, что этим всем можно было бы вообще-то подольше прокормиться. Поэтому если не людей много, готовить невыгодно. Но в кооперативе вот этих двоих одного человека в принципе за раз схавать невозможно. Так что да, приходится разделывать, жрать на месте, что успеешь, таскать все это в сумки-морозилки где-нибудь. Дай бог вообще подвернется возможность похоронить это в холодильнике. А о том, что кровь в немедицинских условиях практически невозможно хранить, это я вообще молчу. Так что как бы совесть не мучила, убивать приходится чаще. Кстати говоря, есть у вампиров негласный прикол. Это оставляет трупы на какой-нибудь местности, где их можно легко учуять. В том числе это может быть просто открытое окно в доме. Тупо, чтобы другие могли спокойно прийти, покушать и добро не пропадало. Ну да, у этого есть и обратная сторона, потому что стычки падальщиков это не редкость. И вторая часть последнего вопроса, что будет, если съесть отравленного человека? Если, например, это раковый больной после химии или он скоро откинется от мышьяка или яда змеи, например. Тут все очень просто, яды тупо не подействуют. Убить не людей ядами это в принципе постараться надо, потому что количество яда должно быть колоссальное. Потому что что угодно попавшее в организм, что может ему как-то навредить, сразу же расщепляется из-за приколов их крови и перестроенного организма. По факту такого человека можно схавать и идти ничего не будет. Кстати, к этой теме если скушать человека, который уже начал разлагаться, то вот эти все крупные яды, и так сказать просрочка, они не подействуют. И то, что еще может усвоиться, усвоится. Так что да, иногда приходится опускаться до такого отвратительного. Так что да, падальщики, которые пришли слишком поздно, не отравятся. Но могут получить так мало насыщения, что лучше бы и не забивали желудок в принципе. Потому что кровь портится самой первой, а мяско, ну, фух, блин, вроде размусолило. Сорян, что так долго. Надеюсь, вас не сильно заебывают настолько развернутые ответы, потому что сокращать мне их как-то не хочется. Просто, блин, есть что сказать и как-то обидно будет это сокращать до 10%. Если честно, и так многое сокращаю. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, можете писать их в комменты, хоть на ютюбе, хоть где-то еще. Вообще, я всегда рада комментам. Сами знаете, комменты продвигают видосик. А продвигать видосики надо. Спасибо курочки мои, что досмотрели до конца. Сорян за сумбур с совмещением двух лоров, но иначе эти вопросы просто будут валяться опять полгода. А я хочу как-никак вливаться обратно на ютюб. Если не сильно структурировано, то хотя бы как могу. Аж обследить за развитием лоров, хоть и не очень быстро. Напоминаю, подписаться на сетсеточки. И сразу предупреждаю, в телеге много букв, а вконтакте достаточно фильтрованная информация чисто по контенту. И все штуки раскиданы по альбомчикам. И еще кое-чё к слову о моих персах, и не только о них, если вы же досюда досмотрели. У меня выкатились новые штуки на мерч. Теперь уже чисто мои авторские. Да, блин, пятая еще не вышла, но наклейки по ней уже попросили из-за некоторых выбросов у черновиков. Это очень приятно, потому что они окупились. Спасибо вам, ребята, кто их взял. Так что мерч уже есть, осталось комикс нарисовать. Блядь, что-то я вообще все не в том порядке делаю. Но замутив эти штуки как некий пробник, и участвуя сейчас в пинке на мини-комикс, я понимаю, что уже близка к тому, чтобы начать рисовать пятую. Подробный процесс, чего буду выкладывать на платных платформах, и добить ее несчастный сценарий, блин, уже, чтобы он логичным был. Собственно, видос по лору задерживается в том числе и из-за доработок. Да, задерживается долго, но я не ожидала, что к нему будет такой интерес. Так, вроде ничего не забыла. Надеюсь, я вас не замучила. Спасибо, что досмотрели до конца это размусоливание. И пока, давай, до следующего видоса, ребят. Редактор субтитров А.Семкин